Более двух тысяч водителей городских автобусов были наказаны с начала года за совершенные ДТП, создание критических ситуаций на дорогах и иные нарушения правил дорожного движения. Статистика показывает, за 10 месяцев текущего года с их участием произошло 18 ДТП, в которых двое погибли и 43 человека пострадало. Сегодня о самых страшных фактах полицейские напомнили собравшимся в качестве профилактики. За дело взялись серьезно. В настоящее время создана специальная комиссия, которая проверит обстановку на дорогах и выйдет с соответствующим обращением к Акиму города. С учетом замечаний самих водителей. Проблемы есть по инфраструктуре, дорожным, знакам, павильонам, остановочным карманам и так далее. И завтра мы будем информировать о Акиму города, а также будет выдано предписание местно-исполнительного органа, то есть ЖКХ. А поэтому, может, какие-то предложения есть у кого-то. Утром обязательно порядка проверить. Медик должен проверить состояние его. Утомлено, нет, нетрезвый, трезвый, наркотическое состояние. То есть, первый руководитель, то вы по АТПМА, будете привлечены к адмой ответственности, как должностное лицо, или то автопарки и так далее. К слову, много нареканий прозвучало и от перевозчиков. Водители жаловались на сложности проезда, неграмотное расположение дорожных знаков и пешеходных переходов. Порой они попадают в вилку, из которой выкрутиться при больших габаритах крайне сложно. В качестве одного из проблемных участков был назван пешеходный переход в районе остановки Океан Нордоулет. Поэтому какая-то профилактическая работа должна проводиться вот среди школьников, гражданских лиц, разъяснять все это. Потом у нас в городе до сих пор, опять же, подрядная организация, да, неопределена, не решена вопрос с пешеходами, да, тот же, безопасно. Например, некоторые пешеходы расположены прямо на остановках. То есть, пассажир не может безопасно выйти там, ему то ли спереди обходить, то ли сзади, вот, непонятно. Очень много таких мест в городе. Тот же Океан, например, остановка Океана, сколько лет, он не решается. Со многими доводами сражи порядка не могли не согласиться, хотя вопрос по размещению дорожных знаков и переходов должен решаться компетентными органами. В данном случае адекватно отреагировать на неоднократные обращения должны были коммунальщики. Но чиновники ЖКХ, как видно, большой оперативностью и желанием не блещут. В любом случае, в местной полицейской службе намерены довести начатое до конца и потребовать от власти принять соответствующие меры. Ведь речь идет о безопасности граждан. Это первоочередная задача власти и каждого, кто является ее представителем. Неважно, в погонах ли он на дороге или в уютном кресле у себя в кабинете. Ирина Гуцель, Алексей Уразов, программа «Факт». Продолжение следует...